ассалям алейкум приветствую всех кто смотрит канал хуан 47 сегодня мы продолжаем серию передач бесед наших с интересными людьми и сегодня наш гость это сотрудник мвд казахстана боглан айдаров ассалям алейкум мы рады видеть вас в нашем сюжете и наш первый вопрос расскажите пожалуйста себе до прихода в англию я работал проходить в органах в исполнительном учреждении ищет 67-4 на должности старшего инспектора по боевой служебной подготовки учусь я в великобритании с 2015 года по программе балаша то есть учусь я в лондоне поступил университет университет college ландон то есть с сентября месяца я начну магистратуру то есть по специальности против действия организованных выступлений терроризм поглан мы сегодня хотели бы затронуть последние события которые происходят в казахстане печальные события и первый вопрос который волнует думаю не только меня но и многих наших зрителей почему наши сотрудники имея оружие погибшие сотрудники имея оружие не применили их тут несколько факторов я думаю первую очередь это очень большая проблема для для не только правоохранительных органов это еще очень проблемы целого государства и наши сотрудники не смогли применить но здесь было несколько факторов чисто мое сугубо мнение это я думал психологическая неподготовленность и такие случаи именно они были очень редки у нас казахстане то есть мы не были подготовлены к таким ситуациям я думаю этот фактор сыграл очень большую роль есть такое мнение у нас в казнете что полицейские не применяли оружие по одной причине что они боялись ответственности потому что очень большая ответственность за применение оружия у нас казахстане согласно закону оправданной службы разрешается применение агрессивное оружие при случае если вам угрожает опасность то есть в этом случае сотрудники имели право применять агрессивное оружие я думаю это проблема думаю первую очередь почему не применили это психологическая неподготовленность стадии аффекта это было сыграл большую роль но согласно закону оправданных органов у наших сотрудников имеет право употреблять агентство в случае опасности баклан теперь следующий вопрос а вы обучаетесь в англии вы изучаете опыт британии опыт западных стран опыт канады америки других держав чтобы мы могли перенять для себя достанно для нашей страны я думаю перо чем мы должны улучшить нашу боевую служебную подготовку по работе у нас проводится но я думаю если никто не доработки нашей системе который мы должны доработать что мы можем принять с был запада я думаю методику преподавания это первая боевая подготовка как включая себя физическую подготовку знание основ и баз боевых служебных искусств то есть которые очень важны стрельбище и в америке в отличие от наших служб они готовы сотрудник стрелять с любой позиции и любое время то есть день ночь сумерки любой позиции и и в любых неожиданных ситуациях то есть они стараются при подготовку приблизить максимально к реальным ситуациям как мне известно наши сотрудники только стоя стреляют да я с решением да есть у нас несколько упражнений в которые у нас сотрудники до проводят по стрельбищу в америке отличие от наш тур то есть их лучше стрелять лежа в беге и дистанции разные то есть у нас в основном стандартные станции до 50 метров есть из дистанции на 100 метров но в америке учит их стрелять в разных дистанциях я думаю максимальный станции который обучает это 200 метров и ну видите как почему нас учить 50 из 100 потому что я думаю оборудование у нас на пистолеты они позволяют максимальную убойность у них только 100 а максимум супер метод есть в америке то есть у них намного оборудование усовершенствована можете с этих позиций боглана вот если бы у вас были полномочия и вы бы могли бы что-то изменить или дополнить или принести какие-нибудь новые реформы чтобы вы сделали в нашей системе в структурах мвд какие бы три шага вы бы сделали бы чтобы изменить улучшить может быть мы можем улучшить нашу систему если все я думаю органы объединятся но они у нас работает сообща но я думаю надо улучшать я думаю взаимосвязь между органами и это думаю первый фактор это объединиться против а террора а газон преступности но эти вопросы у нас сотрудники ведутся у них проводится но есть некоторые я думаю недостатки в принять с америке это я думаю первое что мы можем а это опыт опыт у них появлялся не в один день то есть на это ушел долгое время страна от отличия от западных стран не имела опыта то есть но на какого опыта по борьбе с терроризмом организован преступностью и ряда других криминальных аспектов но вот но реально не дают нам возможность учиться то есть мы должны подхватывать это быстро и как возможно быстрее я думаю методику преподавания это надо улучшать это психологическую подготовку первую очередь до психологическое физическое подвоз и я думаю оборудование и улучшить обеспечение то есть тиры спортзала и для сотрудников что мы и я думаю также внедрять боевые искусства у нас сожалению ограниченцы только боевым самым рукопашным где в америке то есть учит рядом еще других искусках пример крово маг это вот израильское боевое искусство которое очень сильно привыкло боевым то есть я думаю вот это может стать вы готовите полицейских вы отвечаете за физическую подготовку на последние годы что-то изменилось какие-то нормы есть существуют у нас очень требование есть это первую очередь когда сотрудник чтобы стать сотрудником он должен первую очередь сдать все экзамены то есть тесты физическую подготовку пройти собеседование у нас изменения начались уже кардинально это 2017 году когда правил прошла всеобщая аттестация и многие сотрудники доказывали свою квалификацию практически все сотрудники доказали есть сотрудник который не смог доказать они были освобождены от занимая должности или пониженной должности то есть работа у нас в рядах идет идет занять побоевого супруга то есть увеличив часы по физикой подготовки у нас также каждый год ежегодно по окончании также сотрудники они они также обучаются у них и занятия по физикой подготовки она идет в течение года и в конце года они сдают экзамен по физикой подготовки по огневой подготовке и знания законов и норм я вот изучая некоторые статьи интересуюсь о последних событиях и заметил что Некоторые наши специалисты, якобы политологи, которые не разбираются в структурах ДУМК, не знают, какова жизнь имамов и что происходит в мечети, утверждают, что во всех проблемах, особенно в частности в том, что сектанты появляются, виноваты имамы и духовное управление мусульман Казахстана. Хотелось бы сказать всем, особенно тем, кто не знает, что никаких полномочий нет ни у имамов, ни у сотрудников ДУМК. Им, например, нельзя делать пропаганду ислама за мечетью, то есть за территорией мечети. Они имеют право говорить только в мечети. И, конечно же, в мечети они говорят о том, что такое сектантство и что такое настоящая религия. Сектанты, они не приходят в мечети. Если приходят, то с одной целью, чтобы сказать, не слушайте имамов. Как вы думаете, Баглан, почему появляются сектанты в нашей стране? Ну, видите, как это очень огромная проблема, может, из-за социальных проблем. Ну, чисто мое мнение, если у человека есть проблемы со здоровьем, он должен обращаться к доктору. Если проблема с законом, он должен обращаться в правоохранительные службы, и они могут дать ему совет или юристам. Но если человек хочет изучить религию, я думаю, он должен идти в мечеть. То есть это исток, где человек должен получить знания. Я думаю, очень огромная проблема сейчас у нас. Многие люди у нас не ходят в мечети, они читают в интернете. В интернете есть моменты, которые мы должны читать, но есть моменты негативные, которые проводят агитацию именно негативного характера. Я думаю, это основная проблема, это неосведомленность наших людей, необразованность, и это может привести очень большие негативные последствия. Баглан, и еще один вопрос. Можно ли как-нибудь на уровне правоохранительных органов или на уровне государства регулировать такие сайты, где сектанты или те, кто прикрываются исламом, ведут свою работу? Интернет – это дело очень у нас сложное. Если мы блокируем интернет, мировые организации будут объединять наше государство, то есть ущемление, распространение. Но я думаю, конечно, можно контролировать, и это дело ведется. Сотрудники по национальной безопасности, они контролируют веб-сайты, они ведут расчеты, проводят, я бы сказал, мониторинги по этим веб-сайтам. Но блокировать интернет полностью мы не можем. Это будет противоречить, я думаю, международным нормам. И как Китай полностью заблокировать интернет и создать свою норму, то есть свою платформу мы не можем. То есть это Казахстан у нас стремится войти в 30 государств, то есть и есть основное наше условие – это улучшить правовую систему. То есть по таким именно мы не можем противоречить интернет-стандарт и блокировать все сайты. Вот представим такую ситуацию, Баглан. Человек заметил, что сосед ведет себя странно. Или что-то в соседнем доме происходит, какие-то неприятные события, может быть, похожие на деятельность террористов. Или в соседнем районе. Как он может анонимно сообщить об этом? Куда он может обратиться? Ведь многие граждане боятся о своей жизни. И может быть, есть какие-нибудь пути, чтобы анонимно обратиться, сказать о том, что его беспокоит? Ну, во-первых, в каждом районе, где люди проживают, есть участковый инспектор. И участковый инспектор всегда дает свои координаты, данные жителям своего района. И также они разрешат плакаты. То есть они должны быть на видных местах, чтобы люди могли увидеть и доложить. То есть эти моменты, они отрегулированы в наших органах. И также можно позвонить у нас 102. Также у нас есть, можно также обратиться в комитет национальной безопасности. У них тоже есть свои номера. Они тоже дают свои координаты. Если вы заметили случай, моменты терроризма, то этот момент у нас в Казахстане отрегулировали. Также есть у нас сайты, где люди могут обращаться. Это, вы знаете, государственный сайт, у нас вот ЕГОВ, где человек может обратиться со своим обращением. И также у нас есть группы, к примеру, в разных веб-сайтах. Есть группы, там, прокуратура, есть также открытый сайт областных департаментов, МВД. И люди могут обратиться, да. То есть 21 век и средства массовой информации. И мы можем как бы использовать интернет, телефоны и разные виды коммуникаций. Багалан, спасибо вам за ваше интервью. Думаю, многие наши зрители узнали новое, открыли для себя что-то новое. Ну, а теперь ваши пожелания. Ну, мое пожелание. Я хочу сказать огромное спасибо вам, что пригласили меня. Спасибо за очень интересную дискуссию. Мне было очень приятно. И хочется, в первую очередь, сказать спасибо огромное всем людям, кто смотрит и смотрел нашу дискуссию. И кто телезрителям, и также подписчикам этого канала, хочется сказать огромное спасибо. И также, позже, хочу поздравить всех наших сотрудников уже 25-летним нашей республике. В этом году, в декабре, мы будем 25-летним, и хочется поздравить всех Сынсупащим праздникам. Бүкіл, біздым ху-қоро-қызмет органдар, хызметкерлерінің атланларына, үлкен архмет айтын келеді. Сіздерге үлкен архмет балдарыңызы тарбейлеуңын, балдарыңызды осы ху-қоро-қызметі тапсырғанын үшін. Сіздің балдарыңыз өте үлкен әрекет жасап жатыр. Өзін уақытын, уақытын қызметке бөліп, біздің қызметкерлеріміз демалыс кезінде, түнде, азымда, бүкіл күндер кезінде қызметте жүріп, өзін өмірін нешейін беріп, бергенші сүтірге үлкен атанлар, рахмет. Рахмет баған, ау, саламу алейкум, сау олғыз. Рахмет сау олғыз.